При раннее утро я проснулся, чуть никого нет. Куда делся Антоха с Тимоном? Ранер лютейшая. Сейчас посмотрим. Вот они на дороге спят, прикиньте. Веломопины наши на месте. Весело, что можно сказать. Замерзли, а все почему? Потому что Антоха сказал, что спальник сильно тяжелый и он его не взял, и он каждую ночь мерзнет. Доброе утро, Антоха, как там? Припекает жестко. Припекает? Да. Иди там себе. Джаркен там. Купец, я аж перекрелся у нас овощи. А тут прохладно. Это что, клещ? Ой, это реально клещ, я не шучу. Смотри. Клещ? Да, я его согнал уже. Ну Ток, это же клещ, да? Это клещ, да, пацаны. Ой, 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 смотри еще один маленький. Это что же клещ? И вон там еще, да? Да. И у нас в палатке они. Надо провериться. Давай его раздавим чем-то, слышишь? Еще. Ну что, сбылась тайная мечта Чебурашки. Вот он и на ядерном паригоне. Вот и остатки этого сухпая. Мы хотим рано-рано утром сегодня снямать. Антоха взял супер гораемую спичку. На фоне гусаков будем кушать. Она очень легко зажигается. Ну, кстати, да, ветер что-то звонит. Фу. Что-то шипит неприятно. Что такое то? Что за это? Смотри, фу, какая захартость. Ничего нету. Странно. Это сбоку. Давай сбоку попробуем. Это последняя была? Нет. Хорошо, что спички с запасом. Иначе бы мы это дело не зажгли бы. Видно, что там какой-то состав прогорает. И потом оно... Есть, есть, есть. Давай, гори, 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 гори. Ну, короче, зажечь, блин, ну, я думаю, надо уметь. И ставим сверху мясо ковадиное с зеленым горошком. И морковью. Все, и ждем, пока выгорит наша эта свеча. Давай второй поставим сразу. На горелку. А, горелка одна. Давай два камешка. Чпок и сухое снизу. Давай вот так. Оп. Оп. Оно стоит. Ой, как классно. Берем таблетку. Ням-ням-ням. Нельзя ее кушать. Ее надо поджигать. Нас осталось всего две спички, ребят. Вот так вводим. Сюда-сюда, чтоб она равномерно прогрелась. Сухой спирт начинает испаряться и активно гореть. И активно гореть. Чего ты не горишь? Спокойно, у нас есть еще одна спичка. Последняя. Последняя. Как в этом фильме «Пятый элемент». У нас же все в реальных условиях. Она не должна только... Не трать энергию. Все, пошла, родимая. Не, сейчас загорится. Е-мое, ты не загорелась. Давай оттого тогда огня. О, пошел процесс. Нифига. Я прям в огонь. Ты, верно, не загорается. Давай зажигалкой зажрем, как нормальные люди. О, пошел. Я не зажигалка. 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 Капец тяжело огонь развести. Да ничего тебе шохало. Просто ветер. Ты не поверишь, но оно горит. Оно реально горит. Устанавливаем камешки. Устанавливаем на них наше блюдо. Потухло. Что за дичь? Ты туда хочешь? Ну да. Меняем блюдо, меняем горелку. Да, все смело. Оп. Теперь поправляем ее нашим чиркало. Что там такое тут? С мясом горошком. Ух ты, девушки, палки. Опасная, да? Ну-ка. Что по радиоактивности? Это вкусно. Это мясное. Это горохово. Это бульончик. 8 из 10. Мне нравится. Знаешь, еле-еле нагрелась. Все-таки на ветру, наверное, энергии не хватает. Ну да, вкусно. Вроде довольно качественно. Но, наверное, все-таки 7 из 10. Или даже 6. Нет вау такого, знаешь, супер вкусно. Димон, пробуй. Тебе не нравится горох? Да, наверное, просто. Вообще ерунда. Нет, горох здесь единственное, что вкусное. Троечку за горох? Да. Да, ну ладно, мне зашло, пацаны, так что. Опа. Смотрите, как она выгорела в форме гриба. Уля, втягивает, втягивает, втягивает. Ты чего? Уля. Вакуумируется. Там один кусок тушеный. Ну, пробуем что. Огрелась, конечно жесть. Да. Ммм. Ммм. Ну, как вкусовые качества? 10 из 10. Да ладно, не верю. Ну, это мясо. Как его можно занятить? Ммм. Качественное. И бульончик классный. Вот это тема. Без перца девяточку, с перцем десяточку. Ну, а весь оставшийся мусор очень удобно убирать. Прямо в эту же коробку. Салфетки я заберу. А это что такое? Биологически активная добавка к пище. А что мы ее не съели? Вот интересно, зачем они ее положили? Вообще, ничем не примечательная таблетосина. Минеральный комплекс витамина В. Что-то, наверное, даст какой-то энергии. Ну, шо? Горькая, наверное. Вообще никакая. Ну, надеюсь, она что-то там даст с хрумким. Обеззараживать или воды использовать мы тоже не будем. Я бы его кинул, кстати, в ту воду, в которую мы пьем. Тестируем таблетос Акватос. Он из себя представляет вот такую вот очень маленькую таблетку. Аккуратно ее... Не, не едим. Закидываем сюда. Все, все. Еще надо разболтать? Не, она сама. Она просто лежит. Закручиваем плотно. И во время езды она будет болтаться и обеззаразиться. Ребят, каждый день мы выходим на связь через спутниковый телефон. Потому что есть люди, которые нас ждут. Есть люди, которые на подстраховке готовы приехать на помощь, если что-то случится. Система спутниковая называется Турая. Это казахская симка тут стоит особая. И у нас есть десять единиц, которых хватит ровно на десять минут. Очень мощная антенна дает очень мощный сигнал. Направляем всегда на юго-запад, потому что где-то вот там он где-то находится спутник. Так, сеть на всю, но сеть он пока не нашел. Сигнал он видит. Спутнику подключится. Ждем. Все, есть. Есть, да? Да. Все, маяк вкинул. Штука очень классная, очень полезная. Так что, ребят, рекомендую. Да, это дорого, но поверьте, один раз приобретешь такой аппарат и на всю жизнь. А лучше сразу Starlink. Тогда и интернет будет. Только они тут запрещены в Казахстане. Ну что, ребят, мы опять отправляемся в путь. Сегодня у нас будут еще интересные объекты на этом опытном поле. Антоха заводится, ему очень сложно завестись, у него буксует сцепление. У меня по непонятным причинам сцепление вообще перестало буксовать. Странные вещи с этими дырчиками происходят. Есть, Антоха завелся. Я слышу этот звук. Как настроение, когда мотор работает. Едем в самый эпицентр ядерного взрыва. Мы сейчас будем проводить научный эксперимент с помощью специального дозиметра-спектрографа. Мы определим, какие вещества, какие затопы там излучают радиацию. Наверное, паука цветит скачается От него короткого не вези. Все черное стоит, е-мое. Здесь огонь бушевал, ядерное пламя здесь попало. С такой мощи, что даже выжигало бетон. Это последний гусак эпицентру. Он сильнее всех поплавился, очень сильно треснул. Но его не сорвало, потому что было очень сильно прочее. Снова подъезжаем к самому эпицентру. Сейчас мы будем снимать спектр. То есть узнавать, что же за вещества опасные тут остались. Даже если в землю закопаешься. Все люди как люди. Но может припаркуемся на зараженной земле, правильно? Потому что тут есть спецсколбик. Все, берем дозиметр. Надо какую-то бумажечку, Ток, может с бутылки оторвать. Дозиметр нельзя ложить прямо на зараженный предмет. О, пойдет. Ищем тот самый камень. Специальное приложение нам в этом поможет. Так, ну я вижу, что ситуация сейчас не очень хорошая. Уже 200. Камень был где-то здесь. Ой-ой-ой-ой-ой. Смотрите, керголит. О, этот керголит дает нехилую такую радиацию. Тысяча с чем-то. Это, короче, новый минерал, который образовывается при взрыве атомных бомб. Ну, типа, сплавляется земля и получается вот такая ерунда. Расплавленные кусочки земли. Смотрите, как он выглядит. Ну, самая главная радиация. За тысячу сразу. Странно пробежала ящерка. Как она тут не сдохла? Бетонная конструкция. Радиации нет. Сотня всего. Даже меньше фоновой. Даже если в землю закопаешься, от волны ударной не уйти. А ну вот эта штука странного света. Тоже радиация падает, когда подношу. Когда отношу, ё-моё, 400. Тут очень высокая радиация. Показывается. Ещё один кусочек керголита. Он весь фонит, 1200 где-то. Вложу защитную фольгу, а на неё дозиметр. Почему так? Потому что можно заразить дозиметр. И всё, показания потом будут неточные. Вот так вот делаем. Не стоим здесь долго. Теперь заходим в приложение. Только запустил, сразу видны пики. Но мы не будем на этом сосредотачиваться. Оставим его здесь минут на 15. И отойдём на безопасное расстояние. Телефон тоже придётся оставить здесь. Потому что в него записываются показания спектра, я так понял. Положу на вот эту траву. Надеюсь, она не радиоактивна. Всё. Не хочу ложить на грунт, он очень сильно фонит. Уходим. Смотрите, ребят, весь грунт усыпан вот такими блестящими камешками. Похожими на смолу. Смотрите, там всё запеклось. Прям расплавленный грунт после атомного взрыва. И именно они сильно фонят. Вот ещё один такой. Вот ещё один, смотрите. Ещё. Прям вот в этом месте, вот вы видите, вот этот тип оборонку. Находилась вот эта вот вышка, которая здесь нарисована. На неё с помощью специального лифта подняли первую атомную бомбу. Если не ошибаюсь, вот это именно она изображена. Расставили кучу техники. Видите, тут авиация была, здания, вон гусаки, вон коровы стояли, лошади, свиньи, все животные там были, танки, чё только не было. Дома обычные, дома многоэтажные. Прикиньте, сколько денег бухали. Ну и короче, они с помощью лифта подняли туда бомбу и бомбанули. Бомбануло настолько мощно, что смотрите, даже вот тут вдалеке мы видим, что это такое. Ага, это опоры моста. Мост отбросило довольно-таки далеко, сорвало и внесло. А тут что мы видим? Оп, ещё один. Это железнодорожный, если не ошибаюсь. Его тоже внесло нафиг далеко. Короче, взрыв оказался даже мощнее, чем ожидали. А сейчас смотрите, что тут виднеется. Да, флаг Америки. Мне кажется, Америка только насмехается над могуществом СССР. Ну не знаю, блин, как мягко выразиться. Он позорит флаг Казахстана, находясь рядом с казахским гербом. Типа Казахстан же разворужился? Да. И типа на пути к миру. Ну пусть Америка тоже разворужится. Тогда на пути к миру, базара нет. Странно это выглядит, учитывая, что здесь происходило и какие люди здесь работали. Вот мы Америка, мы разворужили Казахстан. Какие мы молодцы. Это типа так что ли выглядит? Я не хочу типа показаться душнилой, ребят. Я просто вот этих моментов многих не знаю. Говорю, что просто думаю. Возможно, мои мысли они неправильные. Так что вы скорректируйте тоже свое правильное мнение, если кто вообще шарит, что происходит. Напишите в комментарии, я зайду, почитаю. Вот, ну как по мне, мне кажется, немножко это, ну, неправильно. Не должно здесь висеть этого флага. Все. Вот так лучше выглядит. Гораздо интереснее и лучше. Другая картина. Ничтяк. Алха Казахстан. Здесь вообще нету речи о разворужении, о чем вы говорите. Здесь о том, что помогли очистить опытное поле. Как помогли очистить Японию. Вот по приведению в безопасное состояние. Давайте-ка мы очистим Японию, поможем-ка вам людям. Да, вот ловите две ядерные бомбочки. Ну что, ребят, прошло 15 минут. Наш спектр собрался, накопился. Смотрим, что у нас получилось. Осторожно, тут надо ходить, кругом все фонит так, что мама не горюй. Вот такая картина у нас вышла. Четко виднеются пики. Отправят в специалистам. А, вот, подгрузила. Пускай они смотрят, что это такое. Значит, мне подсказывают, что это стронцы, что ли, 590. Да нет, непонятно, что это. В общем, ребят, решили мы еще немножко исследовать эпицентр. Здесь есть два плавленных дота, долговременных огневых точек. Сейчас посмотрим, что с ними сделала такая ядерная мощь. Что там по радиации? Чище, чем там? 180. Фу ты, ё-моё. Ну идем, идем, пока можно идти. 200. Растет. Растет, да. 250. 300. Мы заходим в воронку. 330. 200. Упало. Фух. Был выброс, видимо. Тут, видимо, зарыли воронку, поэтому тут чисто. Блин, радиация здесь... 400. Либо быстро идем, либо что-то делаем. Это много. 500. Защита. 600. Блин, да что за дела? Вот, а грунт оплавленный, кусочки. Идем осторожно, чтобы в обувь не попало. Его много прям. Вон, смотри, можешь переслонить. Переслони сюда. 800. Это он фонит. 1000. Идем дальше, идем, идем. Не останавливаемся. Аккуратно. Радиация очень высокая. Вот по мере, что это? Что тут было? 1400. Да. Я не знаю, что тут было, но оно все расплавлено и очень сильно фонит. 6. Идем быстренько. Ноги хорошо поднимаем, чтобы обувь не залетели, кусочки радиоактивные. Фонт завышенный. Фонт сильно завышенный. Даже для Чернобыля это много. Все-таки тут опасно, только я скажу. Все ему сено. 700. Если на такой высоте 700 показывают, это вообще какой-то пипец. Она простреливает, что она тут лежала. Да, жесть, жесть, жесть. Прикинь, с какой силой дуло эту взрывную волну. Глянь, как прям его раскрочило бетон. И кони пасутся тут. Нормально. Ё-моё, ребят, смотрите. Раздуло так раздуло. Гля, это же взрывная волна сюда прям шла. Вот так бах. Гля, как выгнуло железные вот эти штыки. Раздуло так раздуло. Вот это его расколбасило. Что, залезем внутрь? Да. Посмотрим, что у нас там есть. Давай померяем. Меряй, меряй, меряй сразу. Сразу эти черные. А, белые померяем. Шестьдесят. Он маленький, можно лезть. Проникаем. А что бы не померя. А тут? Гля, что там внутри. Нет, тут шестьдесят уже садлепуем. Тут можно ночевать. Шестьдесят, шестьдесят, да. Класс. Прикинь, как тут во время ядерного взрыва что творилось. Жесть. Ё-моё, какая жесть, ребята. Там все прям раскурочено. Если что, он находится всего в 150 метрах от эпицентра. То есть тут была самая мощь. Восемнадцать. Какая-то гидравлика. Восемнадцать. Ё-моё. Это что? И там, смотри. Там выход. Да? Запасной? Да. Пойдем? Ну давай, выйдем. Где выход? Тут люк какой-то. Фон девять. Девять? Девять всего? Да. Прикинь, бункер так сильно задерживает радиацию. Ребят, ты их пролезешь. Тут прохладненько так хорошо. И фон такой хороший. Гляньте. Ё-моё. Опа, сразу превышение. Запищало. Превышение. Восемнадцать. Слышь, пищит. Восемнадцать. Ребят, прикол. Полиция приехала, прикиньте. А, они уехали? Нет, стоят. Это туристы, скорее всего. Фух. Короче, жесть. Мы еще в масках. Да. Мы научная исследовательская группа. Ага. А бункер что? Ну пойдем, наверное, к типочкам. Там же вещи наши, да? Да, пойдем к типочкам. Заобщаемся сейчас. Да. Беспаливатим здесь. Кто же такой, блин? Ты вот прям под него встал, да? Там, где-то я где-то, где-то. Как, вроде, что-то нарисовано на машине. Может, кто-то вызвал? Да, военный. Военный? Да. Охренеть. Может, нельзя их снимать или снимаем пока? Здесь не беспалило. Пока не попросят. Да что за дела? Мы собираемся по аспектору анализу. Что это? Да. Это очень высокий фон. Но что у нас сейчас сработало? Блин, понял. Не снимать? Нет, снимали. Ну, просто все. Что-то может здесь охрана, наверное, патруль. Угу. Как в Припяти. Ну, если бы знали, что тут есть патруль, мы спрятали пелики. Они приехали такие, оп, никого нет. Они могли нас увидеть еще в бинокль. Да. Может, они обелиск сам охраняют? Ну, что же это? Выкидывай сексуручка. С автоматами? Что, можно не снимать? Здравствуйте. Я переднюю зону. Здравствуйте. Я переднюю зону. Это запретная зона только под разрешением. Понял. Мы, честно, не знали. Ехали свободно. Ну, откуда ехали? Пусть с садом Новостеров. Да. И вот сеть ледов? Да. Ну, честно, что данные здесь знали. Конечно. Да, и порту, конечно. Документы, дайте. Документы, дайте. По-моему, все-таки где-то. По-моему, все-таки. По-моему, все-таки. Слышишь, по-моему, флаг не заметили еще. А, Виша, да. Тихо-тихо. Сейчас. Если попросят уйти, уйдем-то и все, да? Мы уже все сделали, к счастью, почти. Тихо-тихо. Что-то, что-то. Что-то, что-то. Даже не знали. Зоехали свободно. Хорошо. Все раз вы нас уже поймали, мы тут еще хоть пошариться-то можем? Нет-нет. Все на выход, да? Все хорошо. Ну ладно. Вообще, вопрос у него. Где проживаете? Я проживаю. В Астане? В Астане. В Астане. Что такие? Туристы, туристы. Мародера, наверное, много, да, здесь? Смотрим, что разгромлено. Тут 70 микрорентген сейчас, сейчас фон. А вы тут каждый день, да, мотаете? А вот чуть от памятника левее, вот буквально, видели там эти черные такие камни? Они под 1400, понятно. А я иду к вам уже, не знаю, как идти, типа с плодницами руками, как в фильмах, знаете. Ты еще не дулит? Нет, может... Не, ничего. Пожалуйста. Так, конечно. Так, на своей. Ага. Здесь бензин у нас. Заправляемся. Палатка. Очки. Угу. Одежда, еда. Здесь у нас мусор. Каремат. Да. Мы даже мусор с собой забираем. Там кучишь мусор. Короче. Так, нас запустили. Так, ну давайте с моего... Дрель, разводняк. Ну, великого дороги ломались, да. Да. Чистый инструмент. Каждый карманчик отройл. Вещи. Жилетки, чтобы ночью не злили. Тоже вещи. Ветровка. Подштанники. Дождевик. Хорошо, хорошо. Спальник. Каремат. Одежда. Мы едем в Семе Палатинское через Атомное озеро. В Курчатой мы еще не были. Сейчас поедем. Да. Уже финиш. Здесь одежда. Финейзы. Ничего не собираетесь? Не, ничего. Одежда, очки защитные от радиации. Хорошо, хорошо. Повязали, короче, нас. Вроде бы штрафа не будет, я так понял. Первое предупреждение. Да, первое предупреждение. А, вот оно, срочка, да. Но нам надо срочно покинуть это место. И второй раз, если мы тут появимся, уже будет очень плохо. Я думаю, бинокль нас увидели. Приехали. Да. Паспорт, я посмотрю, я думаю, вон он взлетал. Да. А здесь туры делают какие-нибудь? Ну, то есть официально, чтобы сюда приехать? Просто сейчас мы не знали даже. Ну, официально только делают. Есть, да. А где это делают? Не Палатин? Через Курчатов. Через Курчатов, да? Ага. Где увозят? Ну, смол. Ранит сопровождают. Все понятно. Ранит, да. Можно на дорогу выезжать. Все, выезжаем, Оготай. Окей. Ну, видишь, он спрашивал, металл есть. Смотрел, чтоб мы ничего не тянули. Алюминий, медь, проволока. Хе. Они, наверное, сзади нас будут сопровождать. Но не пах. Упали вот они вот сюда. Так, а нам куда? Направо, налево? Наверное, налево, мне кажется. Что, спросим у них? Ну, вроде да. Налево же, да? Да, налево. Поехали. Да, походу будут ехать за нами всю дорогу. Прикинь. Чтоб убедиться, что мы точно покинули полигон. Жесть, конечно. Ребят, но я не ожидал, что его охраняют. Потому что у сталкеров мы узнавали, они сказали, что доступ свободный. Повязали в четвертый нас в последний день. Но они вовремя, конечно, приехали. И хорошо, что мы выбрали маршрут с этой стороны. Так как мы заехали от Атомного озера, они нас не видели. Если бы мы заехали от Курчатова, они нас бы сразу же повязали, мне кажется. Но до Курчатова 60 километров. Главное, не сломаться. А то будет контент. Курчатова 60 километров. Короче, заклинило заднее колесо. Но почему? Непонятно. Чего-то снять чуть-чуть не стоит пока. Не надо, да? Ну что, ребята. Это, конечно, вообще угар дикий. Сзади нас едут патрульные. Типа военные. Они нас повязали, сейчас вывозят в Курчатов Будут оформлять полностью Санек по пути сломался Мы его кинули на трос Сейчас я попробую Беспалево, конечно, снять Надеюсь, что-то было видно Короче, веселука полная Все, едем выбрасываться Шансов уже нет сюда возвращаться Потому что уже записали наши данные Нас сопровождала одна патрулька Мы остановились И нас передали другим типам Сейчас наш пункт в город Курчатов Попорный пункт Будут принимать Но если вы видите Сзади едет патрулька Ну кто мог подумать, что территория подобранная Мы не знали Нам сказали, что все нормально Катайтесь в воду Но ничего, мы не расстроены Все равно это было крутое, увлекательное путешествие Здравствуйте, мам, привет Ну, короче, история такая Ехали мы втроем Ехали, ехали, ехали Так до Курчатова и не доехали Вон там Димон едет Только что остановили УАЗик Полицейские попросили водителя Загрузить велик Санька Он тоже сломался Сейчас у него кедет на УАЗике В отделение полиции Я вот тоже еду в бомбике Вот, пацаны разрешили Загрузить мой вел Сюда, прям в кабину А все потому, что у меня Сломалось заднее колесо Напополам Я вообще первый раз такое вижу Ну и движок тоже у меня Начал барахлить жестко И я вот теперь Под заключением, так сказать Я шучу, конечно Все нормально, не переживай Вот Скатались, конечно, классно Эти две недели будут Самые шикарные в моей жизни Места, конечно, в Казахстане Потрясающие По-казахстане Такого у нас еще не было Жестко Написали Объяснительную Сейчас скажу Ждем Димона Угар Так, ну что, открывай, Санек Дверь Мы на воле Мы на воле Ребята Мы на воле С сумками На воле Ё-моё А видел, куда именно На преступников сажают Какая же есть Какие там эти камеры Какие решетки Там такие нары Прямо Куда мы попали Мне прикинь, короче Юлька пишет такая Типа Вас там не сбивают Ноги, руки целые Типа Че с вами там Как вам там Типа относятся Не, я слышу такая А это ты говоришь Вообще со мной Да Да Она прикинь Она говорит Типа Это точно ты от себя говоришь Или тебя заставили Короче, ребят Финальная точка Курчатов Мы как бы Здесь Но Каким способом Мы до сюда доехали Это, конечно Вообще Отдельная история Жалко, что Многое не получилось снять Мы ломались Пипец Просто Вы не представляете По-моему Вот эти 40 километров Они были максимально Ломающиеся За вообще Всю поездку Чего не было ни разу У Антохи сложилось Просто колесо Вот так Не восьмерка А буква Л Вот так Его просто Скукожило Причем Самое надежное Запомните У меня внука Просто взбесилась Одна всю дорогу Так скрипела Весь велосипед Так трусился От этого скрипа Я думал Он сейчас разорвет Его на куски Колесо заклинивало Отпускало Свеча еще Это забилось Короче Самый сложный И в конечном итоге Мы с Антохой Сломались Вообще в ноль И выехали Только за счет Полиции Только они Нас вывезли Зато Мы подарили вам Этот мега Крутой Ядерный контент Так что Ребята Давайте По-братски Поставьте лайкосик Сейчас времена Такие тяжелые А лайки Они так продвигают Видосики И хочется Чтобы побольше Людей увидело Наша безумная Классное путешествие И напишите комментарий Куда нам отправиться В следующий раз Может знаете Какие-то интересные места И кстати Димон А меня зачем Дай пять Все Ты мега крутой Подписчик Канала Криосан Мы безумно рады Тебя были видеть В нашей команде Да ребят Было всякое Я не знаю Типа Санек Ставит эти кадры Или нет Где мы С Димоном Так прям Бесились друг на друга Прям Прям ругались Вообще Типа от души Но это было из-за усталости И по факту Все нормально Можете не переживать В походах Просто люди устают Друг от друга И нужно отдыхать Вот мы с Димоном Просто по разным углам Разошлись В степи Кинули коврики Отоспались И снова Теперь у нас Мир Дружба Важная информация И сейчас Мы выберем Мы выберем Больше спектр эмоций Больше спектра эмоций Чем вообще ожидал В принципе Это точно будут Незабываемые ощущения Реально Вы такое в жизни Нигде Наверное Больше не испытаете Мы профессионалы Нам Можно До скорой встречи Может мы обидели Кого-то Зря Сбросили Пятнадцать Мегатон Так закончилось На шаммисе А теперь горит И плавится Земля Там где был Казал Пентагон Ядерный фугас Качается От него Хорошего Нильди Ребят Учитесь Как прятать Флешки И материал От полиции Я буду капец Орать Санек Если флешка Ухана О чем хана будет Интересно Я вообще не знаю С чего паника Нормальные флешки Не расплавятся Это же зажигание Там температура Выше 100 градусов Не поднимает Вот это мы заныкали Флешки Как думаешь Расплавятся там или нет Антоха всю дорогу Думает что расплавятся Здесь его флешки целые Я же шучу Мне кажется Вы уже заранее Продумали Что будете делать Ну вот мы думали Как их прятать Потому что они сказали Все нафиг удаляли Ты еще не видел Куда мы телефон спрятали У нас прикинь Менты нас все время Сзади ехали Вот И в один момент Они видимо запарились Типа за нами ехать И такие Типа мы сейчас Типа вас там Будем ждать спереди Типа вот там подождем Рванули туда Прикинь И мы по Шурику Короче тормознули Давай короче Прятать материал Ну-ка 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 Свети Опа 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 Тайничок Да Смотри Чтобы не высыпались Красота Это короче Днище скутера Вскрывай И тут у нас Лежали баки С бензином А под ними Было кумчик Эту вообще Видно не было Никто же не знал Что она не закручена Вытаскивай Кто-то может здесь лежать Давай Давай Тащи 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 Как он склеился А ну-ка Целый Опа Аньки А там закладка Давай Давай закладку А что там такое Тяни Что он Целый Давай его Вскрою Я просто не знаю Вдруг О он светится Это что 14 айфон Да Прикинь Как надо С айфоном Обращаться Как жестко Он еще кому-то звонит Давай сбросим Не Никак не сбросил Скорее всего Об аварии Предупреждение вылезло Я не знаю Что там могло вылезти Как приклеить Есть этого подключения Отменить Вот что надо было нажать Интересно Сейчас отойдет Экран или нет После такой тряски Прикинь На нем Аккумулятор прыгал Сколько времени Что значит Пряжать от полиции Вроде все целое Все камеры целые Самое главное Материал целый Как мы на полигоне Тусили И ребята Это все ради вас Ооо Все есть Вижу Ёмай Вам ждут видосики Пацаны Ёмай Все Вот так Вот такая команда У нас Зайти в корзину И восстановить Все Ребята Свершилось Мы запускаем Свой ядерный мерч На тему Семипалатинского Атомного полигона Премиум футболки Стиля Оверсайз 92% Хлопка 8 лайкры Мы сделали Максимальное Качество И комфортабельность Футболок Чтобы вы их носили Как можно дольше Принт размера А4 И легендарная Надпись Криосан Наши футболки Изготавливались По нескольким этапам Логотип был нанесен В автоматической Печатной карусели После Основной принт В векторном формате Поэтапно В разных цветах Был нанесен вручную Далее Происходит Процесс сушки В специальной машине Футболки движутся По конвейеру Внутри которого Камера с высокой температурой В ней краска сохнет Быстрее Следующий этап Придает рисунку Особый глянец И надежность Держания принта На ткани Футболки Отправляются В пошивочный цех Где каждую деталь Ткани пришивают Вручную Рукава Воротник Заднюю и переднюю часть Самые крутые работники Футболки Optum.rf Тщательно все отглаживают Проявляя любовь И заботу Для вас Ребята Переходи по ссылке В описании И заказывай Наш мерч Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова